Тип Курила представляет Окраска садового инвентаря Уже на протяжении столетий краска используется для защиты садового инвентаря, лестниц, стульев, скамеек. Покрывная краска служит барьером от разрушительного воздействия ультрафиолетового солнечного излучения и тем самым защищает деревянную поверхность от разрушений. Лакокрасочная пленка со временем отвердевает и трескается, поэтому ремонтные работы рекомендуется начинать заблаговременно. Тем самым вы сократите свои затраты и обеспечите своей дачной мебели долгую и надежную жизнь. Для садового инвентаря, служащего нам круглый год, период между ремонтными работами обычно составляет 5-10 лет. Этот срок во многом зависит от состояния подложки и тех погодных условий, в которых находится инвентарь. Удалите скребком отслаивающуюся и растрескавшуюся краску. Промойте поверхность моющим щелочным раствором маали-песу, а поверхности, поврежденной плесенью, гипохлоридным средством хоменпоиста. Затем тщательно ополосните поверхности водой. Зашкурьте блестящие глянцевые плоскости до матового состояния и удалите образовавшуюся пыль. Прогрунтуйте очищенные деревянные поверхности грунтовочным антисептическим составом валтипохюста. Хорошенько размешайте краску. Окрасьте поверхность в один-два слоя высокоглянцевой алкидной краской «Миранол». «Миранол» – желеобразная краска с легким запахом. Она идеально наносится и ровно ложится на поверхность. Цвет для данной покраски был выбран согласно карте цветов «Миранол Уника». Если вы хотите получить полуглянцевую поверхность, используйте специальную алкидную краску «Уника». «Миранол» и «Уника» идеально подходят для внутренних и наружных работ как для деревянных, так и для металлических поверхностей. Для первого грунтовочного слоя разбавьте краску приблизительно на 10%. Уайтспиритом компании «Тиккурила». Поверхность подсохнет, и пыль к ней не прилипнет уже через 4 часа после нанесения. Второй слой можно наносить через сутки. Избегайте интенсивной эксплуатации свежевыкрашенной поверхности в течение недели после окраски. Не рекомендуется проводить окрасочные работы при жарком палящем солнце. Лакокрасочная пленка сохнет неестественно быстро. Идеальными условиями при окраске считается полуоблачная сухая погода. Дождь и вечерняя роса могут оставить разводы на свежевыкрашенной поверхности. В начале лета парящая в воздухе цветочная пыльца может также испортить вид свежевыкрашенной поверхности. Для садового инвентаря характерно также наличие металлических деталей. Их предварительно грунтуют краской, содержащей противокоррозийные компоненты. Металлические части обычно повреждаются в результате ударов, трения, что приводит к рассрескиванию лакокрасочной пленки. Влага проникает сквозь трещины, воздействуя на металл, и это приводит к появлению ржавчины. Удалите плохо держащуюся краску и имеющуюся ржавчину скребком или металлической щеткой. Замотуйте глянцевые лоснящиеся поверхности. Удалите образовавшуюся пыль. Обработайте поверхность моющим средством панцирепесу, используемым также для мытья крыш, и ополосните теперь все водой. Дайте поверхности высохнуть. Прогрунтуйте зачищенные части противокоррозийной грунтовкой Ростекс Супер. Ростекс Супер сохнет настолько быстро, что покрывную окраску в летнее время можно производить уже через пару часов. Для окраски металлических частей садового инвентаря идеально подходит полуглянцевая алкидная краска специального применения Уника. Она колеруется во множество оттенков согласно карте цветов Миранол Уника. Если Вы захотите получить совершенно глянцевую поверхность, возьмите краску универсального применения Миранол. Миранол и Уника – широко известные и популярные марки универсальных красок. Спрашивайте в фирменных магазинах брошюры и карты и познакомьтесь подробнее с универсальными красками Миранол и Уника компании Тиккурила. Начните красить! Уверены, у Вас получится!